Сколько стоил бутерброд сёмгой в 1947 году в Наринмарской чайной и что написал Отто Юлевич Шмидт ученикам колхозно-совхозной школы в 1936 году? Такие интересные факты можно узнать в архивном отделе аппарата администрации Ненецкого округа. В этом году окружной архив отметит свое 80-летие. В преддверии юбилея сотрудники организации открыли интересные и малоизвестные архивные данные для местной прессы. Любовь Пермякова тоже полистала пожелтевшие от времени страницы. Отлично. Желаю вам успеха в плодотворной работе по повышению своего культурного уровня и владения техникой производства. Татьяна Журавлёва читает уникальное письмо, написанное начальником главного управления Северного морского пути при Совете народных комиссаров СССР Отто Шмидтом. В далеком 1936 году он ответил на жалобы учеников, которых не устраивали условия подготовки в колхозно-совхозной школе. Таких уникальных документов в архиве 85 тысяч единиц. Это история отдельных организаций и предприятий. То есть это история отдельных организаций, предприятий, лесозаводов, рыбокомбинатов, колхозов, муниципальных образований. То есть в наших документах можно найти информацию о развитии рыболовства, развитии веневодства, сельского хозяйства и очень другие интересные исторические моменты развития нашего области. Надо сказать, что у нас есть отрывочные сведения 1880-х годов. Это отрывки из метрических книг Нижнепичевского районного отдела ЗАГСа. Такие документы, по словам Татьяны Юрьевны, нужны не только для хранения истории. Часто сюда обращаются люди, которым нужно подтвердить стаж работы, найти информацию о потерянных наградах или восстановить генеалогию. Есть, конечно, определенный порядок для работы в читальном зале архивного отдела. Исследователь должен обязательно предъявить документ, указать, как правило, цель, для чего ему нужны данные документы. И если позднее эти документы публикуются, обязательно необходима ссылка на наши документы. Для удобства граждан с этого года необходимую информацию можно получить, не выходя из дома, через портал государственных услуг. Заходим на региональный портал услуги.admnow.ru, входим в личный кабинет посредством единой системы идентификации и идентификации, называется сокращенно, выбираем услугу предоставления архивной информации, заполняем данные, там поля стандартные, заполняем информацию о том, что я хочу получить в архивном, в результате предоставления услуги и прикладываю необходимые документы, если предусмотрено. И нажимаю «Отправить заявление». Правда, получение архивных данных в этом случае нужно будет подождать. Срок ожидания составит не более 30 дней. Любовь Пермякова, Вадим Носкин, телеканал «Север».